Всем привет, с вами Дмитрий, вы находитесь на канале Димми Дроу и сегодня мы продолжаем играть в College Kings. На этот раз мы с вами увидим, как наш главный герой попадает на бал в честь начала учебного года, в честь начала обучения. И начинаем мы с того, что помогаем Мисс Роуз украшать коридор, ну там она еще зал украшает, но мы застали Мисс Роуз только за украшением коридора и в этом ей помогли. После того, как мы вернемся в свою комнату, мы будем уже собираться, наденем свой пиджак и возьмем потом Лорен с собой, заберем ее из комнаты. Лорен тоже хорошо подготовилась к этому балу, у нее очень стильное платье, ну в общем-то и наш главный герой тоже не отстает, у него тоже прекрасный костюм и с Лорен они будут смотреться очень-очень даже гармонично. Лорен, конечно же, очень тепло приветствует нашего главного героя и даже предлагает ему выпить, выпить расслабиться, чтобы подготовиться к танцам, чтобы подготовиться к этому вечеру. Наш главный герой, конечно же, на это соглашается, выпивает немножко вина, а после этого он решил сфотографировать Лорен, чтобы запечатлеть этот момент, когда она в таком красивом платье перед ним. Сейчас мы можем уже сказать, что отношения между главным героем и Лорен развиваются очень-очень хорошо, они находят взаимопонимание по всем вопросам и они проводят достаточно времени вместе, и отношения нетоксичные, необязивные, все у них нормально. После того, как главный герой сфоткает Лорен, они пойдут вместе уже на бал, чтобы начать танцевать. Лорен, конечно же, восхитится красотой зала и предложит главному герою сфотографироваться вместе, и, конечно же, главный герой наш не откажется, потому что Лорен и его девушка, и почему бы не сфотографироваться вместе? Тем более, они действительно хорошо смотрятся вместе. А дальше они направятся к мисс Роуз, которая принимала участие в украшении зала и коридора. Она украсила зал очень хорошо, прям видно, что она постаралась над этим. Ее постоянно назначают на эти мероприятия, видимо, она ответственна за них. И когда к ней подошла наша сладкая парочка, главный герой и Лорен, у нас состоялся очень неплохой разговор с мисс Роуз. И потом наши влюбленные Алексей и Лорен слились в танце, и танцевали они очень мило. А после небольшого танца Алексей захотел поговорить со своими друзьями. Но мы не будем общаться ни с какими девушками, мы будем общаться только с пацанами. Поговорим мы с Крисом по поводу того, что он делает. Поговорим еще, ссылаем и подбодрим его. Напоминаем, что мы ссылаем, не ссоримся, у нас с ним хорошие отношения. То есть мы не подшучивали над ним. И сейчас подшучивать тоже не будем. Я в этот момент подумываю, может быть все-таки стоит увести нашего главного героя поговорить с девушками. Но в итоге решаю этого не делать. И дальше пообщаться еще с одним парнем и все на этом. Я потом заканчиваю свободное передвижение, возвращаюсь к Лорен. Мы потом передаем привет Илаю, говорим, что все прекрасно и замечательно. И возвращаемся снова к нашей любимой девушке. После того, как главный герой вернется к Лорен, он будет наблюдать картину, что будет танцевать король и королева этого бала. Королем будет назначен Крис, а королевой Хлоя. На самом деле очень странно видеть Криса с Хлоей. Тем более, что Крис очень верен Норе, которая его девушка. У Хлои, конечно, никого нет, но очень все-таки странно видеть ее рядом с Крисом. Нигде по ходу сюжета потом, конечно, не говорится, что оно рассказало по этому поводу Крису. Но, скорее всего, ничего не было, если об этом не было упоминания в сюжете. Сейчас мы наблюдаем танец Криса и Хлои, а потом возвращаемся к нашим главным героям, Лорен и Алексею. Лорен уже порядком утомили танцы, и она хочет заняться чем-то другим. Поэтому вскоре мы направимся уже в комнату Лорен и будем там весело проводить время. Лорен все-таки хочет попробовать кое-что интересное с Алексеем, потому что, ну, они уже встречаются, они уже могут это делать вполне себе. И после небольшой милой беседы они оба раздеваются до нижнего белья и обнимаются в нижнем белье. Вот таким образом повышая свой уровень гормона радости. А между тем у Алексея поднимается не только гормон радости, но и кое-что пониже. И поэтому сцена уже начинает принимать серьезный оборот. На самом деле, возможно, и секс на втором свидании это вполне неплохо. Как бы и не на первом свидании, не так спонтанно и не так быстро. И с другой стороны, с этим особо и не затянули вроде как. Лорен не выгоняет Алексея из своей комнаты на ночь, а это уже кое-что значит. Это значит, что уже, возможно, кое-что случится. Выключается свет и дальше мы видим очень интересную сцену. Когда дело уже близится к тому самому моменту. Как говорится, пошла жара. Лорен в нижнем белье очень даже прекрасно. И Алексей просто ее безумно хочет сейчас. И сейчас, я надеюсь, мы дойдем до того момента, когда мне придется пропустить сцену. Потому что, ну, сексуальные сцены Ютуб не разрешает показывать. Но тут случается облом. Лорен захотел спать. Алексей, как истинный джентльмен и как хороший парень, не стал дальше испытывать судьбу. И позволил нашей девушке отдохнуть. А после того, как наш главный герой и Лорен поспят вместе, будет очень-очень милая сцена обнимашек после проглуждения. И тут мы, в принципе, понимаем, что у них и без секса нормально в отношениях. А это значит, что отношения действительно здоровые. Если для их подпитки не нужен секс, тогда все просто отлично. Конечно, может быть, им бы хотелось бы еще вместе понежиться. Но у них это сделать не получится. Потому что Лорен нужно готовиться уже к следующим парам. А это очень важно. И поэтому Алексей вынужден будет уйти. И Лорен дальше будет уже в одиночестве готовиться к своим парам. А дальше Алексей уже находится в общежитии и вдруг он решает, что пора поесть. И поэтому направляется к ближайшей кафешке, где видит Обри, которая одна кушает и, видимо, скучает. Алексей решает составить ей компанию и просто поболтать с ней. На самом деле тут и происходит только разговор. Мы не можем делать ничего большего. Больше того, не хотим делать ничего большего. Потому что у нас сейчас есть Лорен. Лорен наша девушка. И никто другой нам просто не нужен. Собственно, разговор заканчивается ничем. Потом наш главный герой идет к себе в комнату. Дальше заниматься и готовиться к парам. Потом он решает сделать перерыв. И тут вдруг, откуда ни возьмись, возникает Себастьян. И пытается позвать его на тренировку. На самом деле тренировка это хороший способ отплечься от рутины. И еще хороший способ натренировать свои мышцы. Поэтому да, мы соглашаемся на эту тренировочку. С Себастьяном тренировка идет вообще как по маслу. Мы друг друга стархуем, мы друг друга поддерживаем, мотивируем. И естественно, есть хорошее желание открыться Себастьяну, рассказать личное что-то. И просто поговорить как мужик с мужиком, что мы собственно потом и делаем. Это позволит закрепить наше положение в волках и усилит наше братство. Потому что еще раз напомню, ключевые устои волка это братство. И не только братство, но еще и поддержка, взаимопомощь, командный дух. В общем, волки держатся вместе. Мы поговорили с Себастьяном. И после этого мы возвращаемся в свою комнату, чтобы провести там время и немножко отдохнуть. Но отдых наш прерывает срочное сообщение от Пенелопы. Пенелопе нужна помощь. Конечно, я не хочу особо связываться с другими девчонками. Но дело в том, что никто нам не запрещал помогать другим девчонкам, с которыми уже есть хорошее общение. То есть Пенелопе мы все-таки помогать будем. Тем более для Пенелопы, насколько мы видим, это вопрос жизни и смерти. Поэтому да, мы поможем. Ее подругу Дженни выгнали из колледжа. Она не смогла никуда поступить, и поэтому Пенелопа захотела ей помочь, взломав реестр и немножко подправив оценки. Но все дело в том, что ее за этим занятием застукали, и поэтому сейчас она находится в большой беде. У нее большие проблемы из-за этого. Она находится под угрозой не просто отчисления, но еще и большого денежного штрафа, который ей придется уплачивать колледжу. Чтобы спастись от этой участи, она вращается к нам, и мы ей в этом поможем. А поможем мы ей достаточно просто. Для этого нам нужно будет поговорить с деканом, и возможно склонить декана к тому, чтобы она не применяла наказание Пенелопе. Но прежде чем мы приступим к этому, к нам в комнату постучится Крис, с очень срочным делом, которое надо прямо сейчас сделать. Мисс Роуз тоже оказалась в беде. У ней появились небольшие проблемки с мужем, и поэтому она захотела уехать из дома, подальше от него. И мы, конечно же, всей дружной компанией волков им помогаем. Поскольку волки держатся вместе, наш главный герой не бросает их, не остается в стороне, и помогает Мисс Роуз с переносом вещей. Далее у нашего главного героя будет выбор, либо остаться утешать Мисс Роуз, либо все-таки принять участие в переносе коробок. Мы примем участие в переносе коробок, чтобы помочь нашему все-таки близкому другу Имра, и быстрее перетащить коробки. Мы видим, что Мисс Роуз очень плохо, Крис остался с ней, чтобы ее утешать, на самом деле это то, что ей сейчас нужно, ей сейчас нужна поддержка, и волки ее поддержали, причем полным составом. Наш Алексей пытается включиться в диалог и тоже поддержать Мисс Роуз, однако чуть ли не на полусловии его обрывает внезапный телефонный звонок от Лорен. Лорен, он говорит, что сейчас помогает другу, но на самом деле он действительно помогает своим друзьям Болком. И Лорен с пониманием отнеслась к этой ситуации и не стала ни допрашивать, ни убытывать ничего. Вот. Заканчивается телефонный разговор и продолжается разговор с Мисс Роуз. Мисс Роуз все еще рассказывает, как ей тяжело, какая у нее случилась ситуация, и в итоге мы все-таки решаем закончить работу побыстрее и поспешить. Далее Мисс Роуз обещает нам очень вкусный обед после этого, благодарной за наши труды. И, конечно же, мы потом уже заканчиваем и уходим из ее дома. Как только наш Алексей закончил с Мисс Роуз, закончил с помощью, он решает уже подготовиться к встрече с Деканом, потому что проблему с Пенелопой тоже надо решать и как можно быстрее. Он заходит к Декану и пытается решить проблему разговором с ней лично. Но дело в том, что Декан не хочет просто так отпускать ситуацию, потому что Пенелопа действительно совершила огромный косяк и за него должна ответить. Но из-за того, что наш главный герой все-таки оказался достаточно смелым молодым человеком, она согласилась на проведение заседания дисциплинарной комиссии, на котором должна будет решиться все-таки судьба Пенелопы. К этому заседанию нужно будет подготовиться со всей тщательностью, чтобы дело не развалилось и чтобы Пенелопа все-таки была спасена от большого штрафа и от отчисления. Конечно же, Декан предупреждает о том, что такое поведение не должно более повториться в будущем, но в принципе и Пенелопа и сама уже поняла, что не стоит такого повторять. В итоге разговор прошел все-таки удачно. Удалось немного отсрочить окончательное решение и тем самым дать Пенелопе надежду на то, что все-таки все может измениться к лучшему. Дальше Алексею нужно будет рассказать Пенелопе о том, как все прошло. Пенелопа, конечно же, обрадуется нашему исходу дела, что все-таки будет шанс у нее избежать этого наказания. Алексей потом передает предупреждение Декана в точности и предостерегает от того, чтобы они вообще подходили к компьютерам после этого дела. Они это Пенелопа и подруга, которые захотели погулять вместе и провести время. Ситуация с Пенелопой продвинулась. Но дальше нашему главному герою оказалось нечего делать. Он просто сидел, как потом вдруг ему раздался звонок от Джорджа. Джордж в принципе не будет так часто выходить на связь с Алексеем. И он будет выходить на связь только когда ему что-то будет надо от Алексея. А надо от Алексея в этот раз, чтобы он что-то сделал. По телефону он говорить об этом не хочет. Значит это связано либо с крупными словами денег, либо это что-то незаконное. Потом узнаем. И вот мы подходим к Джошу и встречаем его. Джош нам говорит, что у него планируется сделка на несколько тысяч долларов. Да, крупная сумма денег. И еще он говорит, что эта сделка связана с наркотиками. Нелегальность. И получается, что оба пункта подходят. Эта сделка была и нелегальной, и включила большую сумму денег. Естественно, мы со всей возможной быстротой отклоняем данное решение. Мы не будем помогать Джошу в мутных сделках. Хотя он наш друг, приятель. Но мы в этом все-таки помогать ему не планируем. Джош, конечно, на нас из-за этого сильно обидится. Но что ж поделать. Я не хочу все-таки иметь проблемы с законом из-за него. Далее мы решаем немножко поболтать с Райли и помочь Райли и Обри в выборе очков для Райли. Ну и для Обри тоже, как потом окажется. Они подбирают очки достаточно долго. Подбирая каждую модель, смотря как она подходит к их глазам, к их лицу. Но в итоге они все-таки более-менее определяются с тем, что они готовы взять. Не без помощи, конечно, Алексея. Все-таки девушки позвали Алексея для того, чтобы он дал свое мужское мнение о том, как на них сидят очки и подходят ли они им вообще. Без пошлых шуточек, конечно, не обошлось, потому что и Обри пошлое, и Райли, как оказалось, тоже немножко на пошленькой стороне. Но вот эта сцена Алексея, конечно же, ни к чему не приведет. Да, как бы и не надо. Потому что у нас есть Лорен, опять же. Нам не нужна ни Райли, ни Обри. Девушки все-таки в конце концов выбрали себе очки, а Алексей снова помог. То, что Алексей помогает всем девушкам, это для него очень хорошо. Это помогает ему устроить репутацию приятного парня, который всегда придет на помощь, с которым можно посоветоваться и поговорить, который очень хороший друг. Этой политике я и дальше буду придерживаться при прохождении College Kings. Дальше быть хорошим другом-девушкам и очень хорошим парнем для Лорен. После того, как девушки закончат выбор очков и наш главный герой простится с ними, он придет к себе домой обратно. И ему позвонит Джош, точнее не позвонит, а напишет. И напишет он, как закономерно, о том, что его избили и то, что товара у него сейчас нет. И с этим нашему главному герою придется разобраться. А на этом наше видео заканчивается. Всем огромное спасибо, кто смотрел это видео. Пожалуйста, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик и не забывайте оставлять комментарии под видео. И, конечно же, рассказывайте об этом видео всем, кому только можно. Всем пока!